это сито было изготовлено мной в конце двадцатого века месяц день часы минуты когда я изготовил это сито не помню и врать не буду а сито изготовил для того чтобы просеять песок отделив крупные камешки когда работал этим сито просеивал песок песка просеял я даже не помню сколько кубов потому что очень много кубов и был рад но не знал что это сито неправильно а почему неправильно я вам покажу потому что я уже изготовил испытал это сито и расскажу про это сито почему оно неправильно вот смотрите когда я изготовил это сито я не знал как работает наша рука а рука работать Таким образом, оказывается, есть плечевой сустав, и рука она не выдвигается, потому что она не телескопическая. А взмах этой руки происходит таким вот образом, в виде маятника. Здесь плечевой сустав тоже не выходит из стороны в сторону, он тут закреплен. Этого я не знал. И уже в начале 21 века, когда вот эти ячейки стали лопаться, и мне пришлось зашивать. Зашив одно место, уже лопается в другом месте. Я зашиваю в другом месте. А почему зашиваю? Потому что уже крупные камешки проскакивают через вот это рваное место, и эти камешки мешают для работы. Ну, вроде понятно. И уже просто невозможно было работать. И мне пришлось подумать, почему так происходит с этим сито. Потому что очень сильно я уставал, и очень долго я просеивал песок, когда он увлажненный после дождя. И стал изучать свою руку. Она висит на плечевом суставе. Ну, вроде понятно. И движение вот такое, вы уже поняли. И взять это сито, и я вам сейчас покажу. Вот это плоскость, да? Сустав. И движение вот такое. Смотрите, расстояние больше, расстояние меньше, расстояние больше. Но сито в данный момент устроено таким вот образом. Когда насыпаем песок и начинаем раскачку, сито с одной стороны уходит вниз, а песок остается здесь. И он сыпется вот сюда. То есть он подпрыгивает этот песок, а не движется по вот этому сито. Ну, вроде понятно. Дурдом. И вот такая демонстрация сито 21 века. Такого сито еще ни у кого нет. Вот смотрите. Боковая стенка повторяет нижнюю часть движения руки в виде маятника. Вот эта стенка, она не прямая, а чуть вот таким вот образом идет от этой плоскости. Вот таким вот образом. Ну, вроде понятно, если посмотреть примыкание вот здесь. Вот смотрите, как получается классно. И когда идет движение работы этого сито, просеивание песка, то песок движется и намного быстрее, и намного легче работа происходит. Вот врать не буду. Сейчас я вам и продемонстрирую. Мне до того понравилось, вот врать не буду. Даже вам покажу разницу. Разницу вам покажу, чтобы вы видели. Вот смотрите, какая красотища. А это что? Конечно, я весь металл, также саморезы выкрутил, соберу в кучу, сдам на металлоломку, куплю мороженое. А вот это дерево сожгу в печке, и будет печка нагреваться. То есть вот так надо делать. А тут смотрим, какая красотища. Со всех сторон посмотрим, ручки какие. Наждачка отшлифованы. Ну, смотрите, какая красота. И теперь происходит работа этого сита. Таким вот образом. То есть насыпаю увлажненный песок. И начинаю движение такое, да? Песок вылетать не будет. Он будет двигаться просто. Уже все, конец работы. Надо высыпать крупные камешки. Что здесь происходит? Смотрите. Как долго. И весь песок собирается в центре. Оттягивает эту всю сетку. А здесь центра уже нет. Тут нет центра. Центр будет везде. И здесь, и здесь, и здесь. По всей линии. Вроде понятно. И оттягиваться эта сетка в середине никогда не будет. По сравнению вот с этой сеткой. Вообще, вот смотрите. Только одно движение. Вот эти вот все песчинки движутся по поверхности. Можно пользоваться этим ситом. Получать одно удовольствие. А здесь он подтрудняет. Разлетается. Вы представляете? И надо иметь физическую силу. Работая вот с этим сито. Это ужас. Надо же, я дожил до старости и понял работу своих рук. И от этой работы своих рук я понял, что сито это неправильно. А вот это правильное. Оттонны кубы перелопатил. Пока. И оттонны кубы. Пока. Пока.